Всем привет друзья! В прошлом году я снимал обзор электрической цепной пилы и кстати до сих пор ей пользуюсь. Таких пил на алиэкспрессе появилось достаточно много и пользуются они популярностью. И вот недавно для знакомого заказал еще одну очередную модификацию такой пилы. Пила уже упакована в универсальную коробку и есть даже какая-то универсальная инструкция для разного инструмента. Во внутреннем пенопласте под каждую часть есть отливки. Вот сама тушка пилы. Здесь уже как видите защитный кожух призван прикрывать саму цепь. Кстати он подпружиненный. Качество пластика мне понравилось. Под цветовой гамме сделано под копию макиты. В комплекте идет один аккумулятор, но можно заказать и с двумя. Аккумулятор также сделан под макиту на напряжение 20 вольт. То есть внутри установлены 5 банок. Заряжаюсь такой аккумулятор при помощи отдельной зарядки через отдельный разъем. Зарядка рассчитана на ток 0,7 ампера. Также в комплект положили гаечный ключ и небольшую крестовую отвертку, а также тюбик со смазкой. Это прям богатая комплектация. Также конечно в комплекте есть шина на 4 дюйма и цепь для нее. Очень понравилось наличие защитной кнопки. Особенно это актуально при наличии маленьких детей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для этой пилы я также прикупил увеличенную шину на 6 дюймов с цепью. При этом стандартный защитный кожух рассчитан именно на 4-дюймовую шину. Поэтому пришлось его немного модифицировать и приподнять, чтобы он не цеплял 6-дюймовую шину за цепь. Посмотрим поближе на это чудо техники. Здесь установлен коллекторный двигатель и предусмотрен также термоконтакт для защиты от перегрева на температуру 100 градусов. В качестве редуктора используется одна шестерня. На валу, как вы видите, установлен подшипник. Кнопка достаточно мощная, с неплохими характеристиками. А вот и сам двигатель. По маркировке это РЭЦ 550. Выпущенный в 2021 году. Очень важным элементом такой силовой техники является аккумулятор. И от его качества зависит работа самой пилы. С прошлой пилой мне не повезло. И внутри были установлены самые дешевые банки. У которых была очень низкая емкость и очень высокое внутреннее сопротивление. Здесь мы видим стандартную БМС, которая контролирует заряд и разряд этих аккумуляторов. При этом используются только два силовых ключа. И даже можно прочитать маркировку на банках. Емкость заявлена 2000 мАч. Но будем это проверять. А для начала измерим внутреннее сопротивление каждой ячейки, чтобы оценить, насколько большой ток могут отдавать эти аккумуляторы. Значение до 20 мОм является очень хорошим показателем. От 20 до 50 средненьким. А все, что выше 50, в такой технике можно выкинуть в хлам. В среднем значение около 18 мОм, что меня очень удивило. Пришло время измерить реальную емкость этого аккумулятора. А точнее ту емкость, которую позволят отдать платы БМС. Перед тем, как отключиться. Разряд буду производить током 1 А. Да, это достаточно высокий ток для замера емкости. Но посмотрим на результат. Итого, прибор насчитал более 1400 мАч. При написанных на аккумуляторах 2000 мАч. Да, честно сказать, емкость небольшая. Но она честная. При таком низком сопротивлении, аккумуляторы будут отдавать почти всю энергию. А теперь посмотрим, на что способна эта пила в деле. Точнее, конечно, не для этих целей она придумывалась и предназначена. Но я буду использовать ее в самых жестких режимах. Доска 50 на 150, вполне себе живая. Как вы видите, цепь достаточно сильно провисла. И есть такой минус, как ослабление цепи. Натяжку нужно постоянно контролировать. И второй минус, конкретно касающийся этой пилы. Это звенья самой цепи немного уже, чем шина. И происходит постоянное подклинивание. Но это касается только распила большой ширины. То есть досок, на которые не предназначена эта пила. С ветками таких проблем нет. При активном использовании срабатывает термопредохранитель. При этом светодиоды моргают. Когда пила остывает, она снова продолжает работать. Обошлась эта пила с одним аккумулятором около 1700 рублей. Сколько сейчас она стоит, вы можете посмотреть по ссылке в описании. Подведя итог, пила мне понравилась. Пила полностью оправдывает свою стоимость. Есть, конечно, свои минусы. Но в общем она полностью выполняет свой функционал. А предназначена она, напомню, прежде всего для отпиливания веток. И небольших тонких деревьев. Ссылки, как обычно, ищите в описании.